Сложная эпидситуация в Атрауске области. Регион единственной в стране остается в красной зоне по темпам распространения коронавируса. За минувшие сутки там выявили еще 49 новых случаев ковид. Общее число инфицированных превысило 12,5 тысяч. С сегодняшнего дня в области усилили карантин. Какие меры принимают в регионе для стабилизации эпидситуации? Подробно в этом вопросе нам подскажет главный государственный санитарный врач региона Амантай Жумагалиев. Он с нами сейчас на прямой связи. Амантай Тулегенович, здравствуйте. Как меня слышно? Здравствуйте. Хорошо слышно. Первый вопрос. Скажите, какие новые ограничения начнут действовать в регионе и что вновь оказалось под запретом? По нашей области в последнее время ухудшилась эпидситуация по коронавирусной инфекции. Основная причина регистрации заболеваемости на Тенгизе среди работающих вахтовым методом. Основная заболеваемость почти 50-60% приходится на Тенгизе. В связи с этим на месторождение Тенгизе наложен карантин еще с летом месяца, а сейчас усилены еще ограниченные мероприятия. С четырех сторон блокпост стоит, который имеет отношение к работе на месторождении. Компании рабочие только они проходят. Кроме этого, установлен 100% фильтр перед заездом на работу, перед выездом с работы. Кроме этого, проводится активно скрининг среди работающих, где зарегистрирована заболеваемость на месте проживания и по месту работы. По области вышло постановление главного государственного санитарного врача об области об усилении ограниченных мер среди населения. Здесь запрещены все массовые мероприятия, связанные с праздничными событиями. Только в онлайн режиме проводить совещания и конференции. Ограниченное время работы торгово-развлекательных комплексов и рынков. Кроме этого, населению рекомендовано усилить, вообще соблюдать личные меры ограничения и коллективные меры безопасности. А что касается общественного транспорта и общественных мест торговых центров, к примеру? Ну, здесь я еще раз говорю, основная заболеваемость регистрируется на Тенгизе. Поэтому мы ограничения по движению общественного транспорта, мы такие меры пока не принимаем. Но все зависит от каждого из нас, от жителей области, от населения. Если, значит, не будут соблюдать предприниматели на своих объектах алгоритмы ограниченных мероприятий, мы будем вынуждены пойти еще более жесткие ограничения. В учебных заведениях сколько заболевших среди школьников региона коронавируса? Ну, среди школьников на сегодня зарегистрировано 43 случая. Но они все, кроме двух, учатся, значит, в онлайн-режиме. Они выявлены как контактные по семье. У всех бессимптомные течения. Кроме этого, у нас есть заболевания, зарегистрированные среди медицинских работников, пять случаев, и среди учителей два случая. Но они все, значит, бессимптомные течения, все они пролечены. И сейчас, значит, у нас среди школьников, среди учителей, среди медработников заболеваний нет. Последний вопрос. Сколько будут действовать новые ограничения? Ну, новые ограничения по территории области будут действовать до стабилизации и педобстановки. Потому что мы, наша область находится в красной зоне, вы сами знаете. Поэтому эти ограничения не будут, значит, ослабления не будем давать. Наоборот, если ухудшаться будет теперь ситуация, только усиление мероприятий. Кроме этого, вчера межведомственной комиссией правительства проведено и было, значит, принято решение с 25 декабря на 10 дней усилить еще более, значит, ограниченные меры. Ну, это вы все знаете. Мы это мероприятие уже заложили. Наше постановление имеется все эти ограничения. Спасибо за развернутую информацию. Напомню, с нами на прямой связи был главный санврач Атраусской области Аман Тажмогалиев. Мы говорили о том, что в Атраусской области усилили карантинные меры.